Всем привет! Меня зовут Светлана и я на своем канале делюсь только своим опытом в создании красивой и интересной одежды. И сегодня я открываю новый плейлист, где я буду рассказывать и показывать все, что связано с рубашками и сорочками из хлопка. Этот плейлист будет для тех, кто хочет заниматься производством рубашек, как мужских, так и женских, а также для себя создать неповторимый образ на каждый день. И сегодня я хочу поделиться конструкцией воротничка Кент на мужскую рубашку. У меня есть вот такой вот рисунок. Такой воротничок снова начинает входить в моду, поэтому мне очень хочется с вами поделиться именно этой конструкцией. Как всегда, я построение чертежа начинаю с прямого угла в точке О. По горизонтальной прямой мне нужно будет отложить полуобхват горловины, спинки и полочки. В моем случае 20 сантиметров. Давайте я здесь обозначу точку О1. И теперь дальше мне нужно будет обязательно отложить отрезок 1,75. Точка О2. Я начинаю строить нижний срез стойки. Вверх от точки О2 я откладываю 1,4. Теперь отрезок О и О1 я делю на 4 части. Откладываю четвертую часть. Теперь нужно будет от точки О вверх отложить 0,7. И соединить все полученные точки. Можно будет еще провести перпендикуляр вверх от точки О1. Нижний срез стойки я сделала. Высота моей стойки 4 сантиметра. От точки О вверх я откладываю 4 сантиметра. Прямой угол. Прямой угол. Здесь можно не обозначать никакую точку. Теперь смотрите. На пересечении, где у нас идет перпендикуляр от точки О1 вверх, мне нужно провести перпендикуляр 3,5 сантиметра. То есть стоечка будет чуть выше, где застежка, на 0,5 сантиметра. Полученные точки я соединяю прямой. Можно легкой прогибистой прямой оформить. Но это уже у каждого свое пожелание. И нужно будет плавной дугой красивой оформить стоечку, где идет у нас застежка. Немножечко можно сюда вывести и оформляю дугой. 3,5 поделю пополам и поставлю контрольную линию. Это будет являться петлей или пуговицей. И теперь я перехожу на построение самого воротничка. Вверх я откладываю отрезок 1,2. И теперь соединяю линию полузаноса и полученную точку плавной дугой. Высота воротничка по спинке будет 4,8. Ставлю контрольную точку. Вверх от линии полузаноса я провожу перпендикуляр. И откладываю на нем 7,5 сантиметра. Это будет ширина отлета. Ставлю контрольную точку. Теперь мне нужно еще отложить один отрезок, для того, чтобы получить срез воротничка у горловины. Соединяю полученные точки. И теперь плавной дугой мне нужно соединить верхнюю часть моего воротничка. Все. Воротничок построен. Сегодня у меня короткое видео, но оно может принести, оно должно быть в принципе полезным. Пользуйтесь. В следующем видео я расскажу, как построить классический воротничок на мужскую рубашку. И дальше лондонский воротничок на мужскую рубашку. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч. Всем пока-пока.